Перед вами девочка, очень маленькая, очень хорошенькая, но у которой случилась проблема, аллопеция, волосы начали выпадать. В данный момент у неё очаговая аллопеция, на голове волос почти нет, они такими пучками растут. И на бровях тоже, соответственно, видите, брови видоизменились, они стали жёсткими расти пучками и такие бесформенные. Моя задача была дорисовать в пустых местах волоски. И эта девочка была, по-моему, моей самой вообще первой такой малышкой, с кем я работала. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. И сегодня я покажу вам очередную процедуру, которую я записывала специально для вас, которую я делаю абсолютно бесплатно для моих клиентов, с самыми лучшими, на мой взгляд, пигментами, которые вы можете купить, перейдя по ссылке в описании к этому видео. В любую точку мира или России мы отправим их вам совершенно бесплатно. А для меня, я очень много работаю для того, чтобы у вас улучшалось качество процедуры, всё это дело бесплатно для вас, для меня будет лучшей благодарностью, если вы перейдёте по ссылке, попробуйте наши пигменты, влюбитесь в них также, как я и будете ими работать долго и счастливо. Эскиз я рисовала на ней тоже долго. Карандаш у меня в тот момент был такой обычный, толстый. Я работала в Москве, когда в моей студии в Краснодаре шёл ремонт. Я туда моталась, чтобы поработать с людьми, у которых халапеция. Это было довольно давно. И тут получилась интересная ситуация. С ней приехала тётя. Тётя мастер перманентного макияжа и коррекцию уже потом будет делать ей тётя в будущем, когда она ей возможно понадобится, так как в этот раз мы обошлись без коррекции. Тётя талантливый мастер и это было круто, потому что она приехала, смотрела, как я делаю процедуру. Я параллельно как могла ей помогала, объясняла, рассказывала, что я делаю, чтобы потом в дальнейшем она уже помогала своей племяннице, если ей это будет нужно. И видео дальше будет создано из таких, знаете, вопросов и ответов. И на самом деле довольно живое получилось видео. Сам процесс рисования эскиза вот с этой девочкой был сложным, потому что у меня не было хорошего карандаша в тот момент. Это был обычный карандаш, которым мы всегда рисовали растушёвки. То есть, напылять он может хорошо, а прорисовывать тонкие волоски он не может. Он толсто рисует, поэтому я довольно долго возилась эскизом. Как мне кажется, я в тот момент оттягивала, я просто оттягивала время, боясь начать с ней работать. Красными точками я линию создаю ровную. То есть, бровь всё ровно вот такая вся рельефная получается. Начался пучок здесь, здесь. Мои волоски должны не вывалиться за красные точки. То есть, вот это тоже важный момент, потому что, когда обводят многие, ставят либо слишком далеко, либо неровно, либо вот сюда в середину куда-то тыкают. То есть, это граница, за которую нельзя выходить ни при каких обстоятельствах. Я уже давно их не ставлю на самом деле, но тут такая бровь лохматая. У меня же вообще тотальные аллопеции в основном. А тут такая волосатенькая бровь. И вот ровная линия идёт, ровная линия идёт, ровная линия идёт. Это не значит, что я буду прям много-много рисовать волосков. Я нарисую буквально 2-3 в пустых местах. Но линия должна быть, она для меня ориентир. Вот так переезжаю, ставлю палец, поднимаю. Мне видно, где должна начаться. Потому что вот эта лысая, вот эта волосатая бровь. Но это не значит, что я её вот такой широкой сделаю. Потому что там пушковые волоски. И просто вот так для себя примерно отмечаю. То есть, вот эта линия, вот она ровная. Как во всех вот этих видео, где про критерии, как бы смысл один. Примерно зафиксировать. И если вообще пустые брови, то можно ставить точки прямо там, откуда пойдёт волосок. Это тоже помогает очень сильно. Можно ещё вот такие вот вертикальные линии прорисовывать. Да. То есть в самом начале, чем больше ориентиров, тем понятнее потом. Потому что теряется же всё. И глаз замыливается. И можно точки ставить на абсолютно равном расстоянии, ну как бы попытаться, чтобы на доли делить. То есть в хвосте три части. В этом хвосте тоже три части. По симметрии будет сохраняться так проще. Брови должны быть рыхлые, кожа должна светиться. Особенно с учётом того, что они отрастают. И после процедуры они часто отрастают ещё сильнее. Фиксирующая пудра, понятно, да, чтобы пальцы ставить. Если бы были совсем лысые брови, без волос, то у меня было бы много волосков нарисованных. Они как скелет. Я иногда рисую бровь прям заполненную, вот прям как будто это бровь. А иногда рисую прям направляющие условно. Направляющие я рисую в основном, когда у меня бровь довольно волосатая. Бровь вытягиваю наверх. Если я работаю в верхней части, опусти подбородок, опусти ещё, ещё, ещё. Вот опускаю, чтобы мне было удобно рисовать. Понятно, да? Подними, задери подбородок. То есть если вот так, то мне неудобно, мне плохо видно. Я размазываю эскиз. Чтобы волоски не мешали, я их чуть-чуть отодвигаю. Вот я вытянула, растянула. У меня в три стороны хвостик растянут. И я отодвинула волоски, чтобы, по возможности, они мне не мешали. А с чем сравниваешь? Вот так. Ну, потому что ещё она так вцепляется туда. Ну, это единичка она, видишь, я пучком не могу, слишком маленькая бровь. Такие косматые, торчащие волоски. Вот они такие стали. Да, были другие. Пигмент тёплый русый. Тёплый, потому что волоски. Потому что они всегда чуть холоднее смотрятся. Когда чувствую, что нажим у меня правильный, а след остаётся недостаточно хороший, я не начинаю давить, я начинаю смотреть. А может быть мне вылет иглы уменьшить ещё? То есть вот я прям вижу, что лучше начала рисовать. Хотя он и так был прям вот небольшой. И на толстой коже, если бы я чуть-чуть поднадавила, было бы нормально. Но вот на детской такой тоненькой коже я не буду рискать. И вот сюда палец в середину поставить. Поставить это значит не вот так вот. Если так же мы будем ставить, да? Поставить это значит вот так поставить. Вот эти движения все, вот они такие. То есть кончиком подушечки просто почувствовать. Вибрация. Да. Так здесь вот так. Полно ощущение. То есть вот оно никакое вообще прям ерунда. Я, может быть, потом поднадавлю сильнее, чтобы, ну может быть, может быть и нет. То есть это зависит от того, как будет ложиться. И у начала вообще прям еле-еле прикосновение, чтобы этот кончик ушел. Какое выбрать прикосновение или движение? В зависимости от кожи я выбираю. То есть иногда бывает сплошное движение на себя, от себя. Их куча разных. То есть вот здесь вот в головке я прошу поднять тоже подбородок. Потому что здесь мне нужно, я перееду во впадину глазницы. Как бы хорошо видеть и прикасаться вертикальной иглой. Попасть вот в эту впадину. Иначе моим рукам было бы неудобно. Иногда я вообще штришки беру и как бы продолжение волоска своего рисую. Таким образом, не схема, я вообще не думаю о схемах. Я просто пытаюсь, как бы сказать, удлинить волоски, которые здесь есть свои. Поймать их направление. Потому что иначе будет вот та самая решетка. Какие бы не были волоски сейчас, мне нужно максимально вписаться. Как вот и на этой, наверное. Посмотрим. В принципе, мне все равно видно, вот она бровь, волоски прилипли. То есть, мне надо вот здесь пару нарисовать, вот здесь пару нарисовать и все. Но вообще, по идее, на первом проходе должно быть поярче. Первый проход я делала без анестезии. Поэтому я старалась прикасаться максимально поверхностно, насколько это возможно. Да, и сейчас сделала бы все по-другому. Я нанесла бы анестезию, чтобы работать более смело. Потому что вот эти, знаете, движения, когда ты боишься прикоснуться и зря повреждаешь кожу. Или наоборот, все время вообще в воздухе машешь, вместо того, чтобы работать в коже. Они тратят время. Поэтому, чтобы работать более смело, я бы, наверное, использовала в этот раз первичную анестезию. Вторичную, конечно, я использовала. И, в принципе, я спрашивала ее без конца. Ей было не больно, было шикотно, как-то царапки. Ну, ерунда, в общем. И получается, что на первом проходе я кожу повредила, на втором я работала уже более смело. И задача моя была создать такую рыхлую, полупрозрачную бровь. Нарисовать волоски только там, где их не было видно, где они обламывались. Потому что во время очаговой аллопеции волоски, бывает, что они торчат, как будто такие пеньки. Потому что он вырастает до определенной длины и просто отламывается. И в этом случае я должна была заполнить пустоты и пробелы. Схема помогает просто не потерять форму, туда-сюда. Вообще, эти схемы меня сильно достали. Я же сейчас как раз над тем работаю, что без схем вообще. Когда здесь, конечно, свои волоски больше мешают, потому что они хаотично растут. Это был период, когда я уходила от схем. Но когда ты работаешь много-много лет по схемам, это врезается в тебя, въедается. И это довольно сложно. Сейчас бы я просто не рисую эскиз, дорисовала бы в пустых местах волоски. А здесь всё равно я вижу, что мои руки к схеме, к этой возвращаются. На первом проходе я давила еле-еле, на втором проходе я всё-таки усилилась прям. И там плохо слышно, я этот звук убрала. Но я говорю тёте этой девочки, что я прям усилила нажим, чтобы пигмент оставался. Ложилась кожа, это хорошая. На самом деле я вижу, что кожа хорошая. Если бы у меня на тот момент был больше опыт работы с детьми, я работала бы немножко по-другому. Я бы рисовала волоски короткими, я бы не рисовала их такими длинными, как по инерции, как я работала раньше. Я рисовала бы их какими-то такими более нежными, более тонкими. Когда что-то идёт не так, а это значит, не ложится пигмент чаще всего, я меняю всё. Иглы, вылет иглы, и только в последнюю очередь нажим. И проверяю всё время, чтобы мне было понятно, что там ложится, не ложится. Потому что слепую, если я сейчас буду работать. Тут время прошло, и вот эти вот проявились первые. Я почему туда не лезла снова, не повторяла снова, потому что они бы тогда проявились, но уже толще были бы. Иногда такое ощущение создаётся, что пигмента совсем нет. Но вот так если посмотреть, то уже там она сравнялась почти. Если вижу грязно, протираю. То есть мне надо у контура волосок, когда прорисовать, я должна вообще видеть хорошо всё, что там у нас. Так я могу намельчить. И вот кожа где покраснела, то значит я там первый раз прошла по пустой. И вот здесь вот волоски, они же идут вниз. То есть мне надо сейчас вот эту пустоту закрыть. И почти всё на этой брови. Да, на самом деле я сейчас рисовала бы маленькие такие тонкие пушковые волоски, которые заполняют пустоты. Но там, я помню, там меня смущало то, что свои волоски, которые растут, хоть они и видоизменились, но они вот такие жёсткие, лохматые. И я почему-то непроизвольно начала рисовать тоже вот такие длинные, более толстые, чем по идее надо волоски. Но в итоге зажило всё хорошо, она обросла своими бровями. И это отлично, потому что когда ты поковыряешься в коже, усиливается кровообращение. Очень часто волоски отрастают, что получилось и в этом случае. Поэтому ребёнок с отличными бровями, заодно и тётя научилась делать процедуры. Кстати, отлично делает теперь волосковый метод. На второй брови я тоже начала работать без анестезии. И тоже сразу в пустых местах, чтобы не перенасытить. Абсолютно бессмысленно в волосковом методе работать под волосами. Когда-то раньше я это делала, я вижу эти ошибки у начинающих мастеров. Когда прорисовывается схема по всей брови, даже под какими-то яркими её участками, где свои волоски растут. И потом мастер, раздвигая волосы. Я делала так в самом начале, это моя ошибка реально тоже. Раздвигая волосы, ищет, смотрит, где там прикоснуться. А на самом деле работать нужно всегда только по пустому месту. Особенно если это какие-то взрослые устоявшиеся брови. Здесь у нас очаговая лапеция и брови мигрируют, то уходят, то приходят. Но конкретно в этом случае, чтобы не перенасытить, мне тоже нужно было работать только в пустых местах. Я не хочу перенасытить головку и просто в дырках нарисовала, как продолжение волосков. То есть нет у меня задачи здесь прям вот реально прорисовать схему. Она не нужна, она ярко видна обычно. То есть задача такая, чтобы не было видно, что там у неё татуаж. Что-то есть, вроде дырки заполнились. Ну вот такое ощущение должно быть. И подождём, пока проявится. Вот эти вот кончики, вот раз-два, они в эпидермисе лежат. То есть я точно знаю, что они уйдут дымкой. Каждый волосок должен начинаться тонко-тонко, как бы почти в воздух уходя. И усиливаться там, где должен остаться. Иначе, если я вот так вот воткну на правильную глубину и проведу, то это будет просто палка с ровным, как бы так сказать, как будто её обрезали с ровным началом. А надо, чтобы она от воздушного на яркая. И сначала я рисую те, которые совсем плохо видны. Так, ну вот сейчас я могу вибрацию, да? Да, кстати, сейчас удобно. Чувствуете? Чуть-то уже побольше, чем вот там работает. Но всё равно легко. Робненько. Но смысл в том, чтобы каждый раз что-то менять. Я вот своими пальцами почти не чувствую тоже. Вот визуально сбоку я смотрю, насколько игла вошла в кожу, чтобы самым кончиком работать. И пальцами я должна ощущать, что я как бы ну хотя бы примерно всё время на одной глубине. Ты даже не увидишь и не почувствуешь. То есть тут доли миллиметра. Потому что у меня сейчас вылет. Ну, миллиметр. И она вся на поверхности, видно? Да. Сбоку. То есть на камере это я не знаю, будет видно или нет. На камере не очень. Да. Но вот как бы она вся на поверхности. Поэтому, когда спрашивают, сколько миллиметров, я всё время ржу. Сколько миллиметров в кожу игла входит? Это миллиметра? Вот с этой стороны тоже вот они все видны. Вот раз, два, три. Вот они прям хорошие, но их мало. Вот стёрся красный и форму надо в голове держать. Получается, хоть бровь и лохматая, но она же всё равно имеет форму. Все три школы закрыты. На домашнем образовании всё, да? Да. Всё равно не проделается. Так, ты постарайся не шевелиться, а то у меня будет у тебя там не так, как хотелось. При всей вот этой лохматости бровей они всё равно смотрелись очень странно, пучковато. А здесь моя работа не особенно видна. И может казаться даже, что её мало. Но, как видите, работала я довольно долго и прорисовывала волоски тщательно. Просто в конце они как бы слились со своими и на зажившей работе их почти не видно. Но они есть, создают фоны. Там, где были пустые места, они собой их закрывают. Ну и плюс отросли волоски, которых не было во время процедуры и закрыли с собой какие-то, может быть, если где-то что-то не прижилось. Короче, коррекция нам не понадобилась. Девочка довольна, её звали Вера. Не помню, не говорила я, по-моему. Коррекция нам не понадобилась, но и в будущем тётя есть, которая обучилась и у которой прекрасно получается для того, чтобы помогать ей. Лёжа, особенно когда волоски раздвигаешь туда-сюда. Ой, кажется, сейчас ещё сюда и сюда охота, и везде охота нарисовать. А потом оказывается, что лишнее. То есть это мои ошибки, я их совершала. Потом ты садишься и думаешь, блин, зачем? Надо было реально час назад остановиться. Потому что волоски раздвинуты и кажется, что вообще прям пустая кожа. Да, а то мы сядем, посмотрим. Ну и вначале я вам показала до процедуры и сразу после, а теперь показываю сразу после и зажившую спустя больше, чем месяц, которую мне прислала её тётя. И, в принципе, все довольны. Конечно, я нашла бы над чем поработать, но когда живут настолько далеко от меня, нет смысла приезжать. Особенно, если тётя прекрасно может делать теперь процедуры. Рада была помочь ребёнку. Если у вас остались вопросы, пишите. Всем пока.